Всем привет! Это проект Готовь как шеф. Смотрите нас и вы узнаете, как приготовить ресторанное блюдо дома. Поможет нам разобраться во всем хелс-шеф. Он же Леонид Макдалов. Леня, привет! Привет! Здравствуйте! Что мы сегодня будем готовить? Готовить будем бургер. Назовем его классическим вариантом, так скажем. Потому что тут очень много всяких нюансов. Кто-то считает, что с одним правильно, кто-то со вторым готовить ингредиентами. В данном случае мы будем использовать сегодня что? То есть котлету. Покажем, как делается котлета. Это самая основная часть на бургере. Ну, хлеб. В данном случае это булочка-бриош. Лист салата. Здесь на выбор будет. Можно руками предоставить, можно обычный салат листовой. Сыр, чеддер, который можно приобрести в любой точке. Это для бургеров, для сэндвичей сыр. Грудинка сырокопченая, лук, соусы. Все. Лень, в чем секрет хорошего бургера? На мой взгляд, это котлеты. Основной ингредиент всегда. Поэтому для котлеты нам нужно хорошее мясо и определенный набор специй, которые сейчас мы все расскажем, покажем, объясним, как это лучше. Ну, что ж, я думаю, у нас все готово. Поэтому, шеф, командуй. А помощниками сегодня нам будет бытовая техника белорусского бренда «Ареса». На столе у шефа мясорубка «Ареса» AR2103. Она легко и быстро превратит мясо в фарш. Высокая мощность в 1700 Вт позволяет переработать за одну минуту почти 2 кг мяса. Модель оснащена функцией реверс и системой защиты двигателя от перегрузки. Нескользящие ножки и прорезиненный пластиковый корпус позволяют уменьшить вибрацию и скольжение прибора во время работы. А дополнительный комплект насадок для колбаса, кеби или овощей сделает мясорубку «Ареса» многофункциональным и очень полезным прибором на вашей домашней кухне. Давай начнем с самого важного ингредиента. Начнем с мяса. С мяса, да. Шеф, все чаще и чаще в меню ресторанов появляется позиция бургер. Чем вызвана популярность? Современная, наверное, мода, так скажем, на еду. Как правило, опять же, в данном случае законодателем этой моды является наша молодежь. Да, основной такой потребитель. Почему бы и нет? Это быстро, вкусно, если это хорошо сделано. И, ну, так скажем, не совсем уже и вредно. Сейчас такое время, сейчас много люди больше дают времени тратить на работу. И на самом деле на готовку уже времени нет. Поэтому хочется перекусить быстро и больше делаю, что сделаю. Ну да, если готовить из хороших продуктов, то действительно никакого сравнения ни с каким фастфудом не будет. Ну, для чего, собственно, эта передача есть, чтобы люди понимали разницу и знали, как это правильно готовить. Начнем с подготовки мяса, чтобы нам могло покрутиться на мясорубке. В данном случае мы берем мясо, тонкий край, говяжий. Ну, это стейк Нью-Йорк, назовем так. Но это не мраморное мясо, это мясо мясных пород. И берем жир-сред. Это жир-сред из мраморной говядины. То есть котлета, чтобы она была вкусная, она должна быть сочной. Жир само по себе мясо у говядины, но он суховат. То есть обязательно важен жир. Надеюсь, ты сегодня расскажешь нам про важность степени прожарки котлета. Ну, конечно. Котлета, она жарится... Как правило, их бывает несколько. Да, как правило, их бывает несколько. Давай поставим сюда. И, как правило, все эти степени прожарки, они совпадают, по правилам, с прожарками стейков. Мясо у нас готово. Что мы сюда добавляем? Никакие куриные яйца, перпилиные, там, и так далее, и так далее, ничего не добавляем. Абсолютно нет. Вот здесь есть говядина в пропорции... То есть мясо с жиром, сырцом, где-то 70-30. 70 мяса, 30% жира. То есть это для вкуса и сочности. Дальше мы добавляем соль сюда. Добавляем свежемолотый перец. Мы используем смесь пятерку, она более богатая, ароматная. То есть... Вот. И добавляется в качестве жидского соуса ворчестер. Мы используем... Вот он, ворчестер. Есть. Все, аккуратненько бери, вымешивай. Я пока нарежу бекон. Это грудинка сырокопченая. И так же каждый зритель может, да, найти ее? Да, в любом магазине. То есть именно сырокопченая. Она дает больше вкуса, аромата и все. Мы делаем, будем из нее как... Чипсы беконовые. Но можно ее и не добавлять. Кто-то, ну, как-то... Не ест там, например, да, свинину. Поэтому... Мы добавим. Потому что так вкуснее намного. И, на мой взгляд, так правильно. Дальше, что мы делаем? Теперь мы берем... Формовка котлет. Да. Берем. Котлета сформирована, опять же, должна быть там по вкусу, по желанию. Все-таки мы же говорим потом, как людям делать дома, да? Это же отклонение от ресторана. То есть вот примерно здесь шарик где-то в районе 150 грамм выходит. Это для большой булки. Есть маленькие булки, мы используем большую. Берем булку. Вот они уже у нас подготовлены, нарезаны. Подсушивается булка на сухой сковороде, на сухой жарочной поверхности. Просто мы сделаем, как бы, процесс, который как толстый. Да, понял. Задача подсушить, чтобы он внутри остался мягкий, но корочка его была хрустящая. Что мы делаем? Переложку. Давай, тебе бургер один. Да. Держи. Это мой. Берем и помазываем. Смазываем основание. Да, две части. Ветка и соус. Ну, это примерно где-то там выйдет по граммов 25-30 на каждую половину. Но так, чтобы это не выступало за края. С котлетами поступаем в следующий момент. Вот какой можно дома приготовить вкусный соус к бургеру? К бургеру? Да. Должно сделать соус тысяча островов. Ну, опять же, за основу здесь можно взять майонез, по-качественный, да? То есть, например, там на перепелином езде. Куда добавляются корнишоны, да? Добавляются корнишоны, каперсы, зелень, укроп, вот, специи. И пробивается это все в блендере до однородной массы. Ну, такой, получается, небольшой все равно структура будет. То есть, корнишоны, каперсы, кусочек. Соус будет с кусочками дип. Он будет универсальный. То есть, его можно уже, там, он менее будет острый, да, более такой белый. То есть, и детям можно делать, и взрослым, то есть, всем. Ну, понравится всем, да? Да. То есть, то, наверное, просто, что, к чему привыкли наши люди. Вот котлеты у нас жарятся. Это сразу видно, что у них присутствует жир. По словам было огромное, да, выделение. Сыра. Это очень хорошо. Берем сыр. По одному, по два кусочка, как угодно. То есть, это все дело вкуса. Кто-то ложит сыр сюда. На просто булку, да. Когда еще котлета в процессе приготовления. Чтобы сыр у нас расплавил. Сыр. В моем видении, для бургера, он должен быть плавленым. Плавленым. Да. Действительно плавленым. Опять же. Это по вкусу тех, да, каждого, тот, кто будет это готовить. Это блюдо. Ну, в данном случае мы используем плавленый сыр-щеддер. Теперь, ты используешь лист салат. Складывай на одну часть, на нижнюю часть у себя. Буду использовать руколу тогда, как мы и договаривались. Да? Дальше. Мы берем томат. Сейчас я тебя отрежу. Пару шайб. Нарезаем тоненький. Держи. Тебя. Не слаживай. Пускай я возьму сюда. Важно ли расположение какого-то продукта снизу или сверху? В данном случае мы ложим томат, потому что он сочный. И если мы положим его наверх на котлету, да, то сок будет уходить на котлету жидкость. Нам это не нужно. Мы хотим выраженный четкий вкус жареного мяса, да, с сыром. То есть томат мы ложим вниз. Может быть, кто-то захочет положить его вверх. Люди могут экспериментировать, как угодно. Да, конечно. Возвращаясь к вопросу, то есть нету, да, какого-то определенного порядка? Нет. Вот берем теперь сейчас. Или возьми себе. Хочешь, сам подрезай, возьми себе. Карнишон, огурец маринованный. Главное только, чтобы он не был какого-то сильного вкуса, типа вот бочковых наших огурцов. Ну да. В этом случае, с этим бургером. Его можно использовать в другом бургере. Но желательно не в этом. Потому что он будет перебивать сильно вкус. Маринованный огурец и перец халапеньо можно использовать в бургере, как там делают, вот в бразильце. Они берут, жарят котлеты, вот это добавляют, да, ложат там минимальный лист салата, соус. И берут там острый перец халапеньо, берется огурец бочковой, слассируется. Потом ложится котлета с сыром. И сверху опять добавляется часть соуса. Лук, либо жареный, либо свежий. И брискет, грудинка есть копченая. Вот мы будем использовать бекон, они используют грудинку копченую. То есть она такая, как тушенка. Так как, то есть кусок, да, ломается. Просто рвется руками, прям в форме. И вот так наверх вот набрасывается. Там вот такой вот бургеровой. Непонятно вообще, как есть. То есть если наши большие, то там вот так. Одна котлетка, наша, готова. Снимаем, ложим в тебе. Это какая у нас прожарка? Это будет у тебя ближе к медиуму, да? Медиум, да, чуть больше. Медиум вэл. Я сделаю на этой котлете, сделаю вэлдан. Покажу хорошие прожарки котлету вэлдан. Вот так, назовем это доступным языком, да? Дальше. Возьми чуть-чуть соуса. Минимально. И сюда добавим. Закрепую еще можно. Вот так на сыр. Есть. Бекон и лук. Бекон и лук. И лук. Давай я луком на липу. На липу. Его можно закрывать, да? Да, и его можно закрывать. Ну что ж, бургер от Хеллс. Шефа готов. Леонид, спасибо за время и опыт. А вам всем я рекомендую непременно приготовить его у себя дома. Да, обязательно стоит попробовать. Давай покажем людям, как это выглядит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Готовим вкуснейшие бургеры дома всего за 15 минут. Набор продуктов для приготовления. Говядина и жир сырец в соотношении 70 к 30. Булочки-бриошь, сыр тостовый, салат листовой, помидор, бекон, лук репчатый, соус барбекю, вустерский соус, соль морская, смесь перцев. Ореса – надежная и безопасная техника для вашего дома. Ореса – профессиональный подход.